Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ти-ли-ли-ли А давай сегодня поговорим Помечтаем Давай, легко Три мечты, которым суждено будет сбыться Поговорим? Мечтаем о будущем Легко Ну вот так как мечтаем мы Мы мечтаем соответственно о том, что Мы бы хотели прожить Мы, мы, именно мы хотели прожить И так как мы живем в Беларуси, то, наверное, больше речь пойдет про Беларусь. Ну, само собой, разумеется, что Беларусь не делена от мира. Ну, любимое это место. Вот первая мечта, я ее уже озвучила, я озвучила многократно, и когда первый раз озвучила ее в 19-м году, вообще это было сумасшествие. Но я мечтаю, я хочу видеть в Беларуси офшорную территорию. Я хочу здесь видеть Дубай. Но не в том варианте, в каком существует Дубай. Мне вообще Дубай не нравится. Я побыла, и это чужой для меня город. Он красивый, он великолепный, но он чужой. И есть причина, почему он чужой. Я хочу видеть вот это тепло жизненное, которое есть, вот саму жизнь и само развитие, и все вот здесь. Да, я согласна с тобой. И финансы, и рост экономики, и уровень жизни, чтобы это все выросло. Тем более здесь все предпосылки для этого. Абсолютно все. Так вот смотри, когда в 2019 году впервые мы озвучили то, что мы за то, чтобы в Беларуси был офшор, вообще это была глупая тема. Я помню, когда камеру выключили, надо мной смеялись. Что я сказала, чушь на люди, это то же самое, что управлять погодой. И тогда этих посылок не было. Но смотрите, прошло 3 года. И сегодня, когда мы говорим, давайте посмотрим здраво на то, что происходит сейчас в мире. Вот олигархов накрыли во всех странах мира. Вот заморозили счета в Америке, на Виргинских островах, на Канарских островах, еще там на островах. А с херали вы туда выводили деньги. Вот зачем они на островах? Вы просто их прятали, вывели из своей страны и лишили свою экономику этих денег. Вы таким образом уклонялись от налогообложения, лишив страну денег. Зачем? Создайте территорию, разумно создайте территорию, которая для вас родная. Да, пускай это будет не ваша страна, но это должна быть ваша дружеская территория. И создайте, отправьте деньги сюда. И это будет круче, чем швейцарский банк. Это можно здесь организовать. За те деньги, что вы вывели, здесь и не только это можно организовать. Здесь новый космодром можно построить. Соответственно, вот на сегодняшний день стало очевидно, три года назад скажи это олигарху, он бы посмеялся. Сегодня скажи олигарху, слышь, придурок, что ты сделал? Вот что ты сделал? Если бы ты сделал это тогда, ты бы сейчас не лишился этих денег. И это надо сделать сейчас, потому что и в дальнейшем это будет, потому что исторически это должно быть так. Минск это Менск, Менск это Мена, это место размена денег, размена товаров, место денег. Это Минск, это Мена, это кошелек, это сердце. Как ни парадоксально, ритм, ритм задает, финансовый ритм, задает кошелек. Это вот оно, это Менск. Это начало игры. Это дыхание игры. Это на любое подобие наложите, это все равно в эту точку покажет. Это здравый рассудок говорит, что это должно быть так. Поэтому я за то, чтобы в Беларуси изменилась система налогообложения и Минск сделался офшорной территорией очень быстро. Сейчас есть все предпосылки, разорваны все экономические связи. Не надо прогибаться перед Америкой, перед Европой, перед Китаем, еще перед кем-то. Не надо танцевать ламбаду. Уже все разорвано. Уже все готово. Просто ставь 1% налогов и главное, дальше надо сделать возможность благодарностей и убрать все ограничения. То есть до какого-то уровня доходов человек не благодарен. Он не может благодарить, потому что он еще сам не сыт, он не наелся. А потом наступает момент, когда человек получает средства, и они ему уже так не нужны. Он обеспечил свои потребности. Он не так за них зацеплен. Он не зацеплен за них. Он отработал жадность. Да. И тогда у него идет развитие духовное, действительно, и тогда у него есть потребность. Это идет как потребность отблагодарить. И во все века были меценаты. И вот на этой потребности благодарить, вплоть до того, что будут вложения, нормальные, быстрые вложения в экономику, в строительство, в дороги, в медицину, в другие направления. Вот это про развитие. На благодарностях идет развитие. Не на жалости. Ведь благодарность может быть не как благодарность, она может быть подменена на жалость. Ой, я жалею ребенка, он помрет, и мы там собираем ему все дружно на инвалида. Нет, не об этом речь идет. Речь идет о том, что у человека человек счастлив, и он хочет своим счастьем поделиться. И вот в этих состояниях человек действительно вкладывает в развитие, в экономику. Он не давит другого, что я сейчас из тебя выжму последнюю каплю, чтобы заключить этот контракт. Нет. Вот тогда работает закон парадокса. Вин-вин. Парадоксальный вин-вин выигрывает оба. А не я выиграл, ты проиграл вот эти качели, на которых строится нынешняя игра. Вот это к другому уровню развития сознания. И это переход на другой уровень сознания. То есть благодарности должны быть изначально предусмотрены, и должны быть убраны все ограничения. То есть на сегодняшний день, когда, ну, я все время смеюсь, вот когда вижу, вот упрощенная система налогообложения. Вот до стальки-то так, а потом у тебя меняется процент, плюс добавляется НДС. И человек с 5% выскакивает на 16 плюс 20, на 36, да? Ну, у вас рассудок есть? Вы сразу банку накрыли крышкой, вы думали, что вы делали. Вы сами ограничили себя. Все. Все. Да, вы говорите, не развивайся. Как ребенок родился, бизнес родился, не вылезайся. А почему же не расти? А потому что я не хочу, чтобы ты развивался. Я хочу только выделять все. Жадность. Жадность. Это тупо не проработано. Жадность и зависть. Да. И вот на сегодняшний день, вот на этом потери, на этом, на этом. На этом огромные потери, вместо того, чтобы это шло сюда, в стране. Да. Поэтому давай мечтать о том и создавать, чтобы здесь была свободная экономическая территория. Ну, пускай под 1% условно, как Грузия уже есть. Потому что это разумно. Это мудрость. А хочешь на Виргинские острова, пожалуйста, по 10% вводи. Ну, 10% положи. Везде должен быть разум. Везде. Тогда будет свобода и тогда будет процветание. И тогда будет все в стране. Да. Но тогда, смотри, тогда переход произойдет от наемной работы к семейным бизнесам, к семейным ценностям, к семейным традициям. Все меняется. Все сразу меняется. Понятие династии – это я был рабом, ты будешь рабом, и твои дети будут рабом. А понятие семейный бизнес – мы были свободной семьей, развивались, мы развились еще больше, и мы развились еще больше. И мы свободны. Да, мы свободны. И мы хотим, чтобы здесь было красиво. Мы хотим развиваться, и мы хотим, чтобы там, где мы живем, было красиво, чтобы это было действительно нам, приятный смотри как меняется принцип сегодня в голове у людей хорошо там где меня нет да а так хорошо там где я есть потому что я создаю это хорошо и я здесь свободен я здесь свободен я здесь счастлив я здесь создаю счастье и я не бегу от себя я не предаю себя смотри как закрывается тут же травма придать до первичина от это на обесценивание себя именно первичная травма предательство как закрывается до офигенно сразу все меняется абсолютно все закрывается травма и начинается расцвет рассвет рассвет пробуждение просыпали человек просыпается горитая что же это я просыпали когда родители перестают мечтать о том чтобы его ребенка взяли на наемную работу говорят ребенок ты что инвалид зачем тебя чтоб кто-то тянул двойка ты подумай что ты будешь делать сам как ты сам сможешь заработать какой-то бизнес сам откроешь ты подумай сам сам подумай возьми ответ что тебе нравится что тебе нравится от чего ты поешь да а не то что сразу обрезать и ты должен идти вот потому что дядя федя там хорошо зарабатывает поэтому ты туда иди ауди феди руки золотые голова золотая да и поэтому у тебя и все и пошла деградация да поэтому я вот особенно сейчас когда смотрю на думаю боже это же очевидно вот сейчас вообще очевидно время действовать время садить сейчас поле вспаха вообще сейчас напоминает еще да да сейчас весна на улице и напоминает время экономика в самом деле дайка вот на самом деле сенья массивная надо сеять что посеешь что пожнешь и подумай что ты будешь сеять если ты посеешь бурьян ты пожнешь бурьян если ты посеешь пшеницу ты пожнешь пшеницу время сеять конкретно сейчас весна сейчас вот все события которые произошли они как вспахали поле заход не со стороны власти да не со стороны силы а заст со стороны свободы и все все меняет но тогда мудрость нужно мудрость понимаешь нужна мудрости сила внутренняя не наружная сила а внутренняя нужна сила и это отражение мудрости и внутренней силы а иначе ты не прокатишь этот период и здесь эта мудрость должна проснуться в каждом человеке абсолютно в каждом когда человек останавливается так стоп что я делаю и у меня надо учить это же очевидные вещи задуматься на секунду не бежать сломя голову просто уставившись в одну точку и бежать бежать а задуматься а сейчас кстати смотри как люди роботизированные кого сознание робота как они бегут они не знают куда бегут они бегут туда бегут обратно бегут еще кто лишь бы бежать бежать лишь бы бежать инстинкт работает животных как это на корабле да так самое интересное что даже смотри когда вот эти животные инстинкты работают если положить на тех же самых айтишников вот сейчас их очень много убежала на самом деле я бы сразу айтишников разделила на две категории первая категория это дети которые спасались от призыва в армию которые боялись что их заберут в украину конкретно был страх это вот он висел просто тучи и висел грозовой и дети боялись и они сбежали это дети назовем их так это отвезли на 20 и это было разумно разумно они уехали дабы не рисковать своей жизнью и показывая тем самым что они никогда не не прольют свою кровь за чужие деньги это разум работал и была вторая категория которая шла за деньгами то есть если разделить айтишников на две категории дети и деньги да вот эта категория деньги она еще не возвращается одеть уже практически сюда назад все повозвращались то есть вот даже мы летели на самолете они все летели обратно и летели вместе с родителями и разговаривали о том что все нет напряжения и значит здесь все хорошо и мы здесь будем вот и это разная категория первая категория уже вернулась вторая категория как только ты поставишь оффшор она будет здесь моментально молниенос потому что айти должны быть вместе с банковской системой в офшоре конечно это развитие и сегодня вот эти технологии это не просто зарабатывание денег это управление реальностью виртуальной реальностью но эта виртуальна реальность захватывает внимание как только ты осуществила захват внимания ты управляешь реальностью правило все то есть как только человек не осознает себя и играет в твою игру все он овен и вот это элемент но хочешь власти хочешь управления хочет чего угодно без zote сегодня это невозможно поэтому это должно быть тоже здесь так она это будет здесь как только выгодно дело в том что даже вот эти все побеги а куда бегут бегут в страны как я говорю не цивилизованно еще а там нет условий для работы это кажется что я сейчас прибегу и получу такие условия там нету таких условий здесь были условия которые ты не ценил и это это становится очевидно а если еще создать финансовые условия тху google будет сидеть в беларуси он же сидит все равно не в америке он сидит где он там в исландии и ирландии все равно в офшоре сидит они все в офшорах себя нету людей бы не сидел вообще самое время создать беларусь из беларуси офшор до самое самое вот прям самое бери не хочу да и этот офшор нужен россии он в первую очередь нужен россии он нужен китаю вообще расположение и расположение идеально и интеллектуальное образование интеллектуальное развитие населения образования населения все дает возможности вот мало того вот я хотел сказать что интеллектуальное развитие вот здесь народа населения она полностью даже к этому и расположена ну если ты на островах делаешь офшор то туда надо заводить специалистов, потому что они будут хлопать глазами, у них мозгов не будет хватать. А здесь менталитет все позволяет. Менталитет белоруса как раз под офшор, как раз. Спокойный народ. Рассудительный, спокойный. Главное не создавать напряжение здесь. Не надо. Да. Расслабь. Создай свободу всю. Прответание. Слышишь, а какие напряжения на рынке. На рынке должно быть расслабление. Человек должен получать удовольствие от того товара, что он пробует. И обмениваться деньгами и товарами. Вот. Это конкретно мена. Это конкретно здесь. Поэтому здесь офшор, он просто, я не знаю, он просто просится. Ну, это вот первая мечта. Вторая. Вторая мечта. Вот не знаю, моя. Я сейчас, я ее когда скажу, ну, будет, наверное, ржать все, кто будет смотреть. Но я могу обосновать, почему она есть. Имею право мечтать. Я хочу, чтобы в Беларуси вернули коноплеводство не наркотическое. Есть сорта конопли, которые не обладают наркотическими свойствами. А не наркотическое от конопля, чтобы здесь начало выращиваться. И выращиваться массово. То есть это было, до 70-х годов это было. Это были целые отрасли. И конопля была такая же, как лен. И я сейчас объясню, почему. Я против наркотиков, против психоактивных веществ. Вообще сознание человека должно быть чистым. Но конопля это тот то растение, которое по сути дела было убито в США специальными этими запретами ограничено. Потому что развивали нефть, нефтепродукты с одной стороны. С другой стороны ограничили продолжительность жизни людей. Каким образом? Вот казалось бы, несвязанные вещи. Связанные. Очень связанные. Смотри. Конопля, например, обладает очень крутыми бактерицидными свойствами. Давай начнем с человека. Когда мы носим одежду. Ну вот это у меня хлопок. Да? 4% эластана на вот эти вот штуки. На сегодняшний день попробуй купить чистый хлопок в Беларуси. Еще в Беларуси есть. Здесь еще лен есть. А если ты выезжаешь за границу, в любой стране, даже в Африке, производство хлопок, написано Made in Bangladesh. Они продают, как африканская Мексика, продают Made in Bangladesh. Я везде майки отовсюду привожу. Испанские майки хорошего качества покупаешь. Есть ли стопроцентный хлопок Made in Bangladesh. По сути дела, Бангладеш сегодня весь мир закидывает дешевыми этими майками. Для чего? Человек, который... Ну что, я Бангладеш буду носить? Он покупает состав, где уже содержится химия. Там, где нефть и спорт используются. Химические вещества. Как работают химические вещества? Два. Окунемся в историю. Как синтетика работает? Когда впервые появился крепдешин, крепдешиновое платье, можно посмотреть исторический факт. В это же время рост туберкулеза, пневмонии и очень высокая смертность у молодых женщин. Потому что они одевали эти легкие крепдешиновое платьица, под ними потели, под ними скапливались гнилостные бактерии, а кожа у нас обладает очень большой поверхностью. И под этим начинался процесс заражения, иммунитет не выдерживал. Человек перехлаждался, нарушалась терморегуляция, пошло-пошло. Синтетические ткани и все, что связано с синтетикой, оно влияет таким образом, что тело человека, когда не надо, переохлаждается, и когда не надо, перегревается. Развиваются гнилостные процессы, и человек начинает болеть. Человек болеет, он жрет таблетки. Кому выгодно? Производителям фармацевтики. Не поясню. Прекрасно. Те же производители фармацевтики. Та же химическая промышленность производит разные опрыскиватели от колорадских жуков, от литом и так далее, уход за садом. Все на синтетике идет. Подождите, у меня был свекр, который держал пчел. И я еще замуж, когда вышла, у него возле улья, он садил так за забором, всегда росла одна конопля. Для того, чтобы пчел обрабатывать, обрабатывать вот этой вот херней, чтобы они не болели. И это была натуральная обработка, это была не химия. Но это было давно, 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 давно. Но у конопли очень активные химические свойства, которые дают натуральную обработку, и человек не жрет, не жрет токсины, не жрет яды, он меньше болеет. И тогда не надо, есть лекарства, которые выгодны фармацевтической промышленности. Опять, следующий момент, из конопли всегда канаты, пенька, это все для морфлота, прекрасно, это может использоваться еще и сейчас где-то под задачу, но из конопли шьют одежду. В США есть такая одежда, в магазинах, в бутиках продают ее, она стоит космических денег. Есть даже страны, где используется конопля для пошива военной формы. Почему? Потому что она дышит, она обладает бактерицидными свойствами, даже если человек потеет, гнилостные бактерии под ней гибнут, под хлопком так не гибнут, а под ней гибнут, она дезинфицирует. и таким образом это сохраняет все здоровье человека. Кроме того, есть масла, есть еще куча побочных продуктов, которые можно производить, это офигенная загрузка промышленности, но самое главное, почему я говорю это в Беларуси, потому что в Беларуси все должно идти под маркой, если мы здесь делаем офшор, и если мы здесь делаем IT, то здесь должно идти Made in Belarus это значит сразу VIP. VIP это значит экологично и натурально, это значит дорого. То есть вообще слово Беларусь должно равняться дорого. И если это так, то посмотри, на сегодняшний день все продукты коноплеводства они стоят дорого. Это нормальный подъем сельского хозяйства в очень короткий промежуток времени. И если брать, например, вот понимаешь, мечта безумная, ой, наркоманы будут опять бегать голые, соскребать тело, или что они делали. Я во всяком случае еще ребенком слышала, что такое дело делали. Не знаю, как это все правильно делается. Но во всяком случае какая-то такая херня была. Слушайте, при том количестве сегодня людей, контролирующих органов, которые есть, если ты делаешь офшорную территорию и экономику прозрачной, если у тебя идет прозрачное налогообложение, тебе не надо держать вот этот вот штат проверяющих людей, контролирующих, потому что все прозрачно. Ну, о чем говорю? Вот если ты что-то делаешь за дверями, и тебе надо знать, что там происходит, ты делаешь глазки, ставишь людей, камеры, которые следят и прослушивают, что там делается в кабинете за дверями. А если ты делаешь стенку прозрачной, ты убираешь сразу этих охранников, камеры, рассмотрщики и так далее, оно не надо, все видно и так. Сделай прозрачную систему налогообложения в офшоре и вот эту вот излишнюю массу сделай контролирующим, наблюдающим за тем, что растет в сельском хозяйстве. Приехать там несколько раз, пробовать с поля, взять, это не такая большая проблема, это все отконтролировать и это все решить штрафными санкциями и так далее. То есть через разум, а не через уничтожение полей. Все можно взять под контроль, и на сегодняшний день, имея те структуры, которые сегодня у нас в Беларуси есть. Это легко, это вообще легко, это вообще не проблема. То есть я, когда на это смотрю, понимаю, уже в июне могут посеять поля, пробные, посмотреть выхлоп и запустить начало работы, если вот эта идея пойдет гулять в массы. Но опять-таки получить разрешение на сегодняшний уровень здесь невероятно сложно, но в России, кстати, есть уже хозяйства, которые пробные, засеяны последние пару лет, в России появились такие хозяйства. Россия, молодец, тут шаг первый сделаю. То есть даже семена там брать и так далее, есть откуда в России есть хозяйство. Вот, и они, кстати, очень даже быстро поднимаются. И это частные хозяйства. Их давят, конечно, проверками там и так далее, но это взлет. Но это вторая мечта, которая связана, потому что я за то, чтобы вообще в Беларуси развивали эко-производство, эко-продукцию, эко-всё. Помнишь, как мы на Мальдивах питались? Угу. Пластиковые помидоры, пластиковые огурцы, пластиковая картошка. Блин, как вспомню, у меня никогда не болел желудок. Я летела с Мальдив и мечтала поесть нормальной картошки, съесть нормальную курицу и закусить нормальными помидорами с огурцами. Не пластиковыми. Так вот, здесь должно быть Беларусь равно экологично, натурально. Если одежда, то натуральная. Опять-таки, натуральная, когда говорю натуральная, аж передергивает. Смотри, чем думают люди? Покупаю в этом году костюм сыну в школу. Я объехала полминска, чтобы купить костюм, который содержит 40% шерсти. 40 всего процентов. А большим я уже не мечтала, чтобы хотя бы шерсть содержала. Везде написано синтетика, синтетика. И у меня задают, у меня спрашивают там, как? А вы согласны платить больше деньги? Нет, у нас за больше деньги никто не купит. Зачем вы себе лжете? Будут покупать. У нас нормально развито вот это производство тканей. Мама жила на комвольном, ну, рядом с комвольным комбинатом. Там огромный комбинат, там красивые ткани выпускали, там натуральные ткани выпускали. Зачем сейчас насовали синтетику везде? Вот если к этому вернуться, блин, а вернуться к этому легко. Кстати, овцеводство сразу поднимется в Беларуси. То есть сельское хозяйство начинает дышать. Опять-таки, я не знаю, какая проблема сейчас привезти из Перу этих вот как это называется? Альпак. Альпак, да. Никаковой проблемы. Если дать фермерам развернуться, они привезут этих альпак и будут выращивать. Вот в этом дать фермерам развернуться. Да, это подошло. Ключ в этом, не дави. Не дави, и они развернутся. Одежда из альпаки, блин, в жару в ней прохладно. В холод в ней тепло. Я вот те свитера, что с Перу привезла, я до сих пор их таскаю. Мне они так нравятся, они такие классные. Я мечтаю еще, думаю, я Перу съезжу только, чтобы у меня опять была такая же одежда. Охрененная одежда. Она натуральная. Она стопроцентная, она классная. Она может быть тоненькая, она может быть толстой. В зависимости от того, как сделаешь. Ну и ценник на нее, соответственно. Вот. Почему это не выращивать в Беларуси? Это все подъем сельского хозяйства сразу идет. Когда смотришь... А, кстати, сыну тогда я еле нашла, а в наши школьные годы, помнишь, у нас детская одежда не была синтетической? Не было, да. Вообще, у нас все костюмы шли полушерстяные либо хбшные. Платья школьные были они, да. Полушерсть. Все шли полушерсть. Да. А сейчас попробуй купи полушерсть. Ее нету. Ее просто нет. Ковры раньше были хб или шерсть. Сейчас ковер вообще отсутствует. Только синтетически. Для этого надо разум. Разум надо. Понимаешь, для этого надо разум. Ум здесь не поможет. Ум разрушит. Ум разрушает. Ум идет. Я тебе сохраню на ковре тот же рисунок, но ты будешь ходить и искрить. И болеть. Либо же... Кого ты разрушаешь. Кого ты разрушаешь. Ты свое тело разрушаешь. Да. Ты сплюешь себе. Это витебские ковры. Я заезжала недавно и спросила, есть ли у них натуральные. Они сказали, больше не производятся. Вообще, витебские ковры не производят натуральные ковры. Как такое может быть в Беларуси вообще? Когда наоборот делаете. Не производят другие. Делайте вы. Никто не делает, вы делаете. Это цениться. Это было время, когда все кинулись вот на это заморская синтетика. Синтетика, да. Было время вот то. Вот как раз на наше время с тобой детей. На 80-е и 90-е выпало, да. Когда и девки пошли путанами становиться. Да, да, да. Вот это время. А потом разум включился. Тогда был просто выключен разум. Там и ум был выключен. Там просто внезапно обрушилась. Да. Картинка красивая. Картинка красивая. Да, такой, знаешь, на чистого, на чистого человека, вот чистый, да, у кого был чистый, как ребенок чистый, да, навалилась интересная картинка, новая. Хочу. Красивая, хочу. И все. А сейчас, и пошло тогда, а сейчас возвращаем. Все, надышались, на это, нанюхались. Хватит. А смотри, если вот первые два пункта, меня просто сейчас несет, если первые два пункта срабатывают грамотно, да, в разуме, то лишнее население сегодня из городов, лишнее, те, которые сегодня не реализуются, сидят на работе, требуют зарплату, они, сегодня же все стараются своих детей оставить в городе. Смотри, пустили города, я, Мстиславль, приезжаю, там раньше, вот на улице у свекрови, все держали коров и овец, не было, чтобы в семье не было коров и овец, по две-три коровы держали и овец, сейчас ни у кого нету ни коров, ни овец, и через хата уже проваливается, запустело. Так это город. А рядом деревня, вот мы иногда ездим на Вихро, и там рядом деревня Лещенко, сейчас через Лещенко проезжаешь, а там даже хат не осталось, все. А если ты переправился через Сошно-Российскую сторону, там вообще даже упоминания в деревнях уже нету. То есть на карте еще отмечено в деревне, там уже деревень нету вообще. Там все поразваливалось. И ты смотришь, огромные деревни были, огромнейшие, все развалено. Так подождите, если вы запустите фермерское хозяйство, овец, альпак, коз и так далее, вот это все, и это будет поддерживаться промышленностью, чтобы из этого производить, а не я создал, а вы никому не надо. Да, так это все только под офшор должно идти. Чтобы создать бренд дорого, должен быть обязательно офшор. Это с одной стороны отмывание, с другой стороны, дыхание своему производству, от своего производства нельзя отказываться. И тогда это начинает дышать, и люди из городов сами потекут. Зачем? Конечно. Зачем дышать здесь углекислым газом, если там есть растение, если ты там вырос, если там красота, если ты туда приезжаешь, и ты просто млеешь от этого края, и ты в него вкладываешься, и твои дети будут здесь жить в достатке. И тебе тогда город как таковой не нужен. Надо в город, сел на машину, съездил, сколько тут ехать. Сейчас машина у всех. Никаких проблем. Вот это, вот это, конечно, я когда думаю об этом, понимаю, что это самое, вот это самое главное, что если бы три года назад заговорить, про ЭКО уже говорили, а заговори про коноплеводство три года назад, ну тебя бы Европа и Америка забанило. Хотя сами они потихоньку, смотри, открывают лазеечки, но при этом Россию душат. Тебя бы забанили. Сегодня, когда разорваны все связи. Самое то. Сегодня время изъехать, блин, каплю. Да, и устанавливать свои правила. Да, 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 и устанавливать свои правила, кто первый, тот и правит. И где деньги, там и правление. Да, вот. И это настолько, блин, вот прямо вот на поверхности лежит, смотришь на это, и кажется, хочется так искать в ухо, мужики, мужики. А у мужиков ум работает. А нужна мудрость. Мудрость нужна вообще. Просто капец. А ум спит. А ум спит. И еще одна мечта есть, вообще несбыточная. Но это мечта у меня с детства, на самом деле. Ну почему несбыточная? Не бывает несбыточной. Ну да, мы сегодня говорим те мечты, которые мы сразу закладываем в сбывание. Это создание прямое. Сегодняшний вообще подкаст это прямое создание. Прямое. Закладка информации в то, что создаем. Создаем. Бог хочет, чтобы так было. Мы мечтаем. Мы мечтаем в открытую. Я когда была маленькая, еще мне, наверное, года 4 было. Одно из первых моих, одно из первых моих озарений, которые я помню. Такая яркая-яркая мысль. Там были мысли религиозного такого содержания, и была мысль яркая. Как хорошо, что я родилась девочкой, потому что мне не надо будет служить в армии. И эта мысль у меня на самом деле идет через всю мою жизнь. Когда изначально закладывается долг, супружеский долг, это значит, в семье будут измены. Это значит, в семье не будет любви, а будет подмена на секс. То есть, любовь уже в подмену идет. Потому что появился супружеский долг. Точно так же долг перед родиной. Ты не успела родиться мальчиком, как у тебя есть долг. Соответственно, когда мы говорим долг, тут же срабатывает, это на уровне насекомого срабатывает, сознание насекомого. Если я кому-то должен, значит, я сначала у этого отниму чего-то, и тогда я буду только отдавать, а иначе сфера ли я должен. То есть, мне надо занять сперва. И вот это отношение, оно транслируется уже во взрослом проявлении, когда человек стремится взять, 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 а потом отдам, не отдам, уже не важно. Это просто подсознательный такой момент, сам механизм в психике работает. А у мужчин, когда они растут, у них получается, они уже с детства ищут, как они убегут от долга. То есть, для них армия уже непрестижна. И тогда, смотри, какой парадокс возникает, тогда армию наполняют те матери, которые пытаются сбыть своих детей в Суворовское училище и так далее. Не я тебя буду загружать информацию, пускай тебя там воспитывают, содержат и так далее. Это как отказ от ребенка, это опять-таки психика воспринимает нехорошо, это дисбаланс. То есть, дисбаланс на дисбаланс наворачивается. Мать предает ребенка. Мать предает ребенка. И тогда армия, получается, это либо те, кто не смог увильнуть, либо те, кого предали. Это не должно быть. Армия должна быть той, которой гордятся. Защитники должны быть те, кто осознанно принял решение и заключил контракт. Я вообще на счет, когда слышу слово защитник, его вообще не должно быть. Если есть защита, значит, есть война, есть угроза. Если человечество этого никак до него не дойдет, мы будем так и жить все время под угрозой. Как только женщина не осознает вот это, что как только она говорит, ой, я родила защитника, все, привет, ты живешь в войне, ты создала войну. Не должно быть, вообще не должно быть. Армия, та, которая может существовать в государстве и которую можно использовать, например, для охраны того же самого сельского хозяйства и так далее. Ну, как бы порядка где-то каких-то, вот это да. Потому что у людей все равно разные уровни сознания, ты никуда не денешься, от этого пока идет развитие. Да. А здесь только добровольная, только контрактная, и она должна быть уважаемой. Уважаемой, да. Надо сделать все, чтобы она была уважаемой, чтобы туда не сбрасывали, как в помойное ведро, а чтобы она была уважаемой, чтобы когда говорили, он же военный, чтобы сразу, ого, это круто, он военный, он же своей жизни готов отдать, но он при этом должен понимать, что он свою жизнь променивает сейчас на деньги. Он свою жизнь сейчас променивает на деньги. Но ему это интересно. Но ему это интересно. Вполне. Ему интересно еще поиграть в преступников и в нарушителей. Да. И тогда смотри, армия и внутренние войска или там как они, у них очень много чего смешается. Не будет таких больших разделений. Должно, там знаешь, должны быть люди, которые внутри, они действительно искренне, искренне, знаешь, как... Это их искренняя игра, искренне интересная. Как, да. Очень важно это на самом деле искренность и внутри теплота. Вот. То есть мудрость. Мудрость. Это вот тогда действительно о военный. Это мудрый. Это который не будет бездумно, да, а у него есть свое мнение. При этом это мнение действительно оно приносит пользу. Оно действительно тепло, как отцовское. Отцовское. Вот. Стихи про ледю Степу, помнишь, который там помогал на перекрестке. Да. Вот это детские наши стишки, на которых мы воспитывались. Вот. Вот это должно быть отношение. Когда ты не боишься обратиться. Да. Да. И ребенок и ребенка ты своему говоришь, что вот ты обратись, если вдруг потерялся, вот для чего должна быть. Да. военное должны быть. Вот. То есть люди, которые на своем месте, им это интересно и в них тепло жизни. Любовь. Да. Отцовская. И тогда не было бы сбежавших детей вот сейчас. Да. Боявшихся призыва. Опять-таки тогда в жизнь мальчика не вторгаются. Он получает образование по своему интересу. Его херяк на два года. И он вырван из контекста. И потом он не знает, куда кинуться. Мало того, он там находится. Вообще неизвестно с каким. Ну даже не знаю, как слово подобрать. Абсолютно разные уровни. Абсолютно. Это вот, знаешь, как ладно, не буду говорить слова. Просто вот это как у меня была знакомая. У нее сын сидел на наркотиках. И очень много было приводов в милицию там и так далее. Постоянные драки. Она с ним конфликтовала. И она не знала уже, как его прибрать к рукам. И она просто ждала, чтобы его спихнуть в армию. Ну и кому он такой нужен? Ну вот. Вот к таким и попадая. Принеславь в такую компанию попасть на ребенок. На два года. Или даже на год, если к фиперу курсу института. А смотри, ребенок получает образование, закончил институт. И вместо того, чтобы то, что он помнит, быстренько-быстренько вложить, отдать. Да, да, да. Его херяк и забрали. И он вырван. И он уже забыл все, что он изучал. А зачем ты образование получал? Приходим к чему? Разума нет. Опять нету. Один У. Только У. А У сбит. Да. Поэтому вот я еще за то, чтобы в Беларуси была армия полностью контрактной. Если посмотреть финансовое перераспределение и так далее, это будет дешевле, это будет качественнее, это будет престижно. Это поднимет, это поднимет вообще на другой уровень эту армию. Через разум, через многих людей можно заменить техническими средствами. Они просто не нужны, чтобы красить газон. Ну, это так. И не надо им ломать жизнь, образование и так далее. Это здраво. И не надо ломать и жизнь, и образование. Просто для того, что ну, так заведено. Да? Так заведено. Блин, прекращайте жить, как автоматы. Прекращайте. Вот просто выключите автоматически вот эти вот повторения. Вот это ум делает. Ум постоянно работает в режиме автомат. Постоянно. Зациклен. И тогда смотри, тогда бы вот земля богов, она действительно начиналась отсюда. Реально. Я вот когда смотрю, я мечтаю, чтобы свет пошел отсюда. Пошло распространение. И смотри, здесь же сейчас все предпосылки есть для этого. То есть реально, даже вот по событиям, которые происходили в последнее время, свет только здесь. Разум только здесь. Посмотри ковид. Посмотри вот события, которые сейчас происходили с Украиной. Разум был только здесь. И только отсюда это должно стартовать. Блин. Осталось только вот это осознать. Осталось это осознать и увидеть. Вот они возможности. Вот оно то, что надо по ним. Увидеть, услышать и осознать. Понимаешь, когда человек слышит снаружи, он это не отбивает. Он должен услышать это изнутри. А для того, чтобы изнутри услышать, не должно быть посредник от чистого к чистому. Ну, тогда мы заденем религию. Это уже четвертая моя мечта. Она озвучена, кстати, в книге «Инфодайм. Глубина». Помнишь сон? Когда я проснулась и там был сон такой, что в Минске собрались все конфессии, представители там шли пять или шесть таких ряженых в одежду мужиков, и они за одним столом переговоров обсуждали все те негативные моменты, которые сегодня религия вносит в общество. Это уже опять тот же автомат. Пора выключать. Пора выключать автомат. И пора осознать, что это очень крупный бизнес, который надо приводить в порядок. Который разрушителен. Который разрушителен. Именно разрушителен. Который наносит вред государству. Да, да, да. Его пора менять, просто менять. Разрушителен. И не только для нас, живущих сейчас. Для наших детей, внуков. Это все, это полное разрушение. И очень быстро, с большой скоростью сейчас. Сейчас идет большая скорость. Если раньше это просто прокрадывалось. Когда было сознание насекомого, это работало в плюс. Когда было сознание морских обитателей, это еще был плюс. Когда было сознание животного, это уже где-то в плюс, где-то в минус. А когда просыпается человек, это однозначный минус. Все, пошла другая страна. Все, сейчас однозначно, все, пора переключать, переворачивать странички. Пора выходить за круг сансары. Хватит быть в дне сурка. Кстати, на переходный период я бахала под доходный налог 13%. С каждой конфессией. Ну, это так, я недобрая. Они же налоги не платят, а сигаретами или вином торгуют. ну, вот, да. Вот где должно быть. Вот где источник дохода. И это действительно было бы правильно. И тогда все по-другому проявилось бы и было бы по-другому. Хорошие мечты. На самом деле, это наши с тобой мечты. Это наши мечты. И эти мечты, они, они на самом деле тоже как знания ложатся. Ну, они взяты изнутри как реальность. Да. Но это наша с тобой реальность. Заметь, наша с тобой реальность не совпадает с коллективной. Отличается, да. Когда я попадаю где-то в коллективное, вот возникают точки пересечения, я иногда, но я говорю, что это они в Хогварте. То есть, у меня реально возникает ощущение, люди, вы что, сумасшедшие, что ли? Зачем вы так себя ведете? Зачем вы так проявляетесь? То есть, вот, есть моменты, которые у меня вызывают сперва вот такую установку, ступор наблюдения. Потом как? А разум где? Где разум? Что ты сейчас делаешь? Остановись, задумайся на одно мгновение. И поэтому вот точек соприкосновения очень мало с коллективным. Смотришь на людей и на самом деле видишь, что они стерты. Стерты внутри, вообще внутри стерты, нет личности. Стерты настолько, что глаза пустые. Кстати, насчет пустых глаз. Вчера увидела ролик «Испытывают роботов». Роботов, которым придан человеческий вид. Там девушек и мужчин. Видела глаза? Видела, конечно. Но на что похоже? Так вот смотри, я когда посмотрела в глаза, я тоже вчера шарахнулась. Глаза удивительно похожи на глаза многих людей. Да, да. То есть они пустые. Пустые. Там нету сути. Роботы. Роботы. Там полное отключение. Так даже очень часто ты разговариваешь с человеком, а понимаешь, он тебя не слышит. А видишь, что он тебя не слышит. Он просто, знаешь, как робот, который имеет программу. И в этой программе работал. А ты ему вдруг говоришь, вот разговариваешь с роботом, а он в своей программе, он не знает, не знает, он не может слышать тебя. И он не знает, что ответить, и вообще о чем ты. И он начинает по кругу лопатить свое. Опять свою программу. Вот так. Вот смотри. Опять-таки, обратная сторона медали. Вот по парадоксу, когда ты видишь, ты же понимаешь, есть одно крыло, есть второе. Мы сейчас рассказали про одно крыло. А смотри, второе крыло. Сейчас запускается искусственный интеллект. Очень активно. Тот же самый ТикТок. Искусственный интеллект в чистом виде. Вот даже те, кто будут слушать нас, они могут просто провести эксперимент сами с собой, осознанно взять полчаса перед сном, посмотреть ТикТок. И если вы можете проконтролировать, что вы выгружаете из подсознания ночью в себя, чтобы сформировать свой следующий день и отследить ближайшую неделю, как у вас разовьется событийный ряд. Вот да. Ближайшую неделю. То есть вы смотрите перед сном. Полчаса. ТикТок. И потом отслеживаете. И потом в течение недели вы отследите, что вы в свою жизнь пустили кучу чужого трэша, чужого мусора. Тот, который вообще не должен был проявиться в вашей жизни, но он просто мусором и накидался вам. Заметите, к концу недели, заметите, что уже вас и нет во снах. Уже полностью... Уже автомат работает. Автомат полностью. Это знаешь, что напоминает... Всего лишь за неделю. Да. Это вообще по ТикТоку это вообще очень круто видно. Это напоминает, вот смотрите, смотри, ребенок родился, чистая флешка. Да. Куча света. Вау, я буду играть. Я буду играть в это, в это, в это. И в его флешку родители так... Это нельзя. Это нельзя. Нагрузили. Ты должен это, 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 это. У тебя есть долг. Вот он. Супружеский долг, вот он армейский долг. Вот еще правила. Вот такие правила. Раз, заляпали, полфлешки уже заняли. И ребенок пытается... Я еще, наверное, свою жизнь сыграю после 50. А за это время тебе коллективное набросало, и все. И ты дальше играл полностью по этому сценарию, который тебе накидали. Ты не успела пожить. На твою чистую слэшку. Ты не успел пожить, жизнь уже закончилась. Свою жизнь, да. А твоей жизни-то и не было. И вот то, что сейчас, смотри, те, кто к кому кидают, детям, это вот эта вот флешка просто засирается. Самое, самое, да. Именно с кого начали? Именно те, кто же он и запущен. Для детей. Для детей. Да, да, да. Полностью засирается есть флешка. Я говорю русским нормальным словом, пускай критикуют. Но это факт. Это занять его терабайтой, рассчитанные на жизнь, коллективным мусором. Причем именно отстойным мусором, средним мусором. И искусственный интеллект, он здесь работает, очень четко цепляет. Когда человека заполонил, его суть вырубается и становятся глаза пустые. И он на автомате проживает все то, что... И дальше он полностью управляется искусственным интеллектом. Управляется. И уже тогда, мнение авторитета из тиктока появляются. Свои гуру, свои сленги. Уже речь становится нечеловеческой. И понеслось. Все, человека нету. И мы смотрим в пустые глаза. Выключился человек. Его суть заснула. Ну, значит, эта игрушка уже проиграна. Это тебе накидало мусора. И еще что развивает. Как можно быстрее обмануть другого. Вот именно это развитие. А это, кстати, из США. Уживые эти ролики. Ролики, которые кидаются в тиктоке из США. Вот то, что никогда запросов не было это смотреть. Пытаешься это выключить. Оно все равно есть даже время примерно, когда оно начинается в вечернее время, подкидывается. Это ролики про измены, про обман, про воровство. Как это хорошо, как я поиграю с полицейским в обман и так далее. То есть в преступников и так далее. На самом деле в тупость. В тупость. Именно тупость, именно отупление. Вот такое пустословие. Как посмеяться. Там и смеяться-то не... Американец только может смеяться. Какой там юмор. А на самом деле с юмором тоже здесь интересная штука. Юмор напрямую связан с разумом. Настоящий юмор напрямую связан с разумом. И это удел богов. Шутить, юморить могут только боги. Потому что юмор с разумом он бьет он прямо в точечку. А грязный юмор, вот я назову так грязный юмор, это уже пошла все, деградация. Деградация, это подмена. А еще когда заложено измена нормально, воровство нормально, из силы, из власти, из управления уже пошло подколоть, обмануть, обхитрить и прикрыться еще. А я пошутил. Еще и это. Еще и солгать. И все, и пошло. Боже, так это все видно. А теперь смотри, ТикТок это сетка одна, а сейчас с искусственным интеллектом скоро запустится еще одна сетка. Там вообще очень жестко будет. Просто захват внимания и полностью управление роботами. Но это мы с тобой знаем. А здесь уже можно поговорить о безопасности. Да. И национальной безопасности тоже. И очень скоро появится что-то, что-то, очень скоро, оно вот-вот появится. И это будет очень страшная штука. На самом деле разрушительная. как мгновенно, она мгновенно будет овладевать мозгом человека, психикой человека. Накрыло. Все, как под колпак. И вот это надо очень серьезно отследить. И вообще желательно, чтобы кстати, еще есть какое чувство, что вот это, которое вот-вот, вот не знаю, чувствую, чувствую, вот-вот выйдет что-то, вот его создал чисто искусственный интеллект. Его создал уже искусственный интеллект. Это пострашнее, я не знаю, чего пострашнее, наверное, пострашнее атомной войны, как я скажу. Потому что вот это уже накрывает, ну, знаешь, даже скажу, как автоматически всех людей сделает автоматами. Это накрывает, делает автоматами и управляет автоматами. Потому что команда становится главенствующей. И управлять уже будет. И управлять уже там. Уже не выпендривайтесь и не говорите, что я создал искусственный интеллект и я буду управлять. Нет. Нет. Все. Уже будет управлять искусственный интеллект. Все. Над тобой же кто и создал искусственный интеллект. На эту тему надо подумать. Очень хорошо подумать. Вот оно прямо интересно туда подумать. Потому что сознание человека уже это осознает. А если сознание осознает, значит уже есть игра. Почему не сыграть? Почему не сыграть? Мне тебе предложение с искусственным интеллектом побороться? Нет. Не побороться. Побороться нет. Побороться нет. Нет. Однозначно. Всегда человеческий разум сильнее любой машины. Любой. Просто надо в том случае, когда разум не выключен. Надо знать точечки. Точки взаимодействия. Не надо быть слепым. суть. Потому что тот, кто сейчас я не знаю просто кто там или искусственный интеллект создал этот Илон Маск. Илон Маск все про водочки и людям в мозг сует, что они потом инвалидами рожатся будут. Вот это ДЦП и ООДы и все подряд. Короче, я не буду говорить сейчас кто там, потому что не могу сказать. Я все время напрягаюсь, когда слышу что-нибудь, вообще всегда было такое, что-нибудь слышу про Иллана Маска. Меня не могут понять. Но я все время напрягаюсь. У меня внутри такая идет сигнал. Красная это срабатывает кнопочка. Блин, постоянно. Это просто невероятно. Но постоянно. Но не суть. Пусть у него даже там заказчики будут или кто-то там, не знаю, или через кого-то. Неважно. Суть вот в чем. Что тот, кто изобрел искусственный интеллект, он сейчас считает себя наимудрейшим. А на самом деле вот ты создал свою смерть. Потому что уже искусственный интеллект вошел и он уже создаст сейчас новое. Ты только от этого будешь улыбаться, думая, какой у меня изобретательный искусственный интеллект. Все, 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 ты накрыт. Если брать схему, вообще вот то, что мы рассказывали на лекции, и для тех, кто будет слушать, если захотят углубиться в эту тему, есть разум, есть ум. Ум – это отделенная программа ума. Разум – он вечен. И разум – это он творит вот эту игру через сознание. Так вот, программа ума отделена. Между разумом и программой ума есть интеллект. Интеллект у нас встроен в психические структуры, в так называемый бутерброд, он есть у нас в каждом ядре клетки. Да. В нашем теле есть интеллект тела. Но это не разум. Разум дальше. То есть, если положить на схему разум – это отлично, ум – это плохо. То есть хорошо – это интеллект. И введя интеллект, разум обрезали. Как бы, его уже нет. Уже мы играем в диапазоне – хорошо – плохо. Уже в диапазоне хорошо – отлично мы не играем. Вот хорошо – плохо мы играем. Как только мы интеллект собственный заменяем на искусственный, а кто играет? Ум – это программа на жизнь. Программа. Это полностью захваченная жизнь. Это захват сознания. В принципе, следующая жизнь – эпилепсия, ДЦП, невротические расстройства. Так мы уже это даже видим. Уже все. Оно пошло. Оно уже в нашей жизни проявлено их больше, больше и больше становится. Да. И больных поэтому становится больше. Больше. Потому что именно уже все. уже захвачено сознание. И мы же сами отказываемся от своего собственного развития. Женщина. И мы уже многие психические расстройства человека считаем нормой. Нормой поведения. И как это правильно? Да возьми тех же мужиков. Опять-таки ролики кидаются. Стоят мужики, целуются. Слушайте, я не могу это смотреть. Это полная деградация. А это уже работа тоже искусственного интеллекта. Это уже зашла интеллекта. споломка. Если у тебя идет психическая споломка по половому признаку, пол, на самом деле, это очень важно для психики. Если у тебя есть нарушения по этому принципу, если ты хочешь быть здоровым и дальше инкарнировать, беги, дорогой, беги, чтобы это устранить. Потому что это капсдец. Вот это уже капсдец на самом деле. И когда ты это смотришь, это уже снизводится в норму. И у женщин точно так. Это конец цивилизации. В принципе, если наложить на эксперименты с мышами, ну все, то просто вот видишь, один в один. И казалось бы, ну вот же очевидно, эксперимент с мышами, четко показано. Никто из людей не верит в это. Ну не то, что не верит. Нобелевская премия за это вручена. 25 раз повторено. Ты посмотри, возьми по образу и подобию, осознай, то есть этот уже опыт, вот он есть, очевидный. со мной так не будет. Когда человек так говорит, вообще, вот разума вообще нет. Выключен. Да. Ты будешь наступать на грабли постоянно. Что и происходит. День сурка. Проснуться. Цель проснуться. Но смотри, и до сих пор же все психотехники, все религии это было. Засни, не думай, отключи разум, отключи внутренний диалог, чтобы у тебя вообще внутренний мир не существовал. Твой отключи, отключи, успокойся. И делай то, что тебе говорят снаружи. И человек, который вот это вот проповедовал, он же плевал в свой собственный колодец. Он же сам потом рождается таким же овном. А это сейчас направо и налево. Это нормально считается. Это, кстати, тоже считается не сумасшествие. Сумасшествие – то, что мы говорим. А это не сумасшествие. А инфодайн, когда пришел, говорит, слушайте, люди, проснитесь, что вы делаете? Вот просто проснитесь. И как только ты прошел вовнутрь себя и ты увидел вот этот источник и знания, информации, все, все в каждом человеке. В каждом человеке вот злата лежит на поверхности. Бери, пользуйся. А человек не хочет этого видеть. А человек не хочет видеть. Он отказывается сам от этого. Он говорит, это сумасшедшее. Да. Потому что мне там кто-то сказал. Все. наука, религия. Мне там сказали. Все, это сумасшествие. Мне там сказали, да. Я знаю, что книга «Парадоксальное восприятие» выйдет в Беларуси. Что это единственная страна, которая может ее издать, из которой она полетит по всем другим странам мира. В этой книге «Будя людей». Да, да, да. Да, она тяжелая. Но она переворачивает взгляды на науку, на религию, на сознание человека. Там огромный объем информации, знаний. она переворачивает, очень сильно переворачивает. Но когда-то надо было перевернуть. Сколько можно просто лгать? Сколько можно обманывать, изворачиваться, плевать, собственно, сколько можно? Пора, сколько можно спать? Пора проспаться. Пора просыпаться. Пора просыпаться, вспомнить, кто ты есть, ты пришел в рай, Так играй в раю. Мы в раю. Это мы делаем из него ад. Там, где мы, там рай. Там счастье. Там счастье. И это должен осознать каждый человек. Это мы сейчас не про стопу и зайцево говорим. Это мы говорим про каждого человека. Там, где человек родился, там, где он пришел, там свет, там рай. Не делай из него ад. Это ты делаешь из него ад. Нет другого, кто из него ад сделал. Это ты. Все ты. И ты не берешь ответственность за это. Вынося его на Бога на седьмом солнышке. Кстати, если про седьмое солнышко логическую цепочку сделать. Вот про этот вынос. То вообще смешно получается. Блин, ну это вообще отдельная тема. Мы завязываем на этом. Но это еще и смешная тема получается. Как выносится ответственность. Ладно. Пока. Да будет так. Пускай наши все мечты сбудутся. Я верю в то, что наше сознание создающее. Что оно проникает в каждую клеточку тела, в каждую клеточку проявленного мира. Я просто это знаю. И это пойдет в жизнь. И это так. И это будет так. И это будет так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok